В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Таким стало утро четверга. Сразу несколько крупных аварий, перевернувшаяся скорая с пациентами и километровые пробки. На застройку в зеленой зоне военного городка обратит внимание губернатор. К нему обратились жители Дягилева в ходе прямой линии. В селе Высокое предотвращена экологическая катастрофа. Жители вовремя забили тревогу. Утро в городе началось с многокилометровых пробок. Самое долгое – на северной окружной дороге. Там сразу три крупных аварии. Бутерброды или паровозы называют такие ДТП в народе. Одно из них попало на видео. Столкнулись пять автомобилей как иномарки, так и авто отечественного производства. Все аварии вызвали большие заторы, из-за которых жители Прёковского и Конищева добирались на работу гораздо дольше обычного. Другая крупная авария произошла на южной окружной дороге. Столкнулись две иномарки и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП автомобиль скорой перевернулся. Пострадали два человека. По словам очевидцев, скорая двигалась с включенными сигналами. На перекрестке автомобиль марки «Кия» не уступил ей дорогу, и они столкнулись. В результате чего скорая опрокинулась. В машине находились медперсонал и три пациента. Машина ехала из Сасова в кардиодиспансер. После удара «Кия» въехал еще в одну иномарку. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Кия», а также ехавшие в карьере скорой помощи женщины-пациенты с травмами обращались за медицинской помощью. Сложным это утро стало и для жителей Дашково-Песочни. Из-за аварии трубопровода без воды остались 15 домов. В квартирах нет ни холодной, ни горячей воды. Причину произошедшего выяснял Валерий Седов. 12 октября на жителей улицы Тимакова выпало еще одно тяжелое испытание. В 5 утра здесь произошла авария трубопровода. Причину нам назвал начальник участка МПВД канал города Рязани по Октябрьскому району Алексей Фролов. В смещении грунта произошел перелом чугунных труб. Для жителей домов, которые остались без водоснабжения, организован подвоз технической воды. В это время идут работы по устранению аварии. Заменят поврежденный участок трубы длиной порядка 3 метров. Сейчас выполняются работы по ее укреплению. Новый участок фиксируют и прижимают двумя металлическими трубами. Такие меры должны предотвратить подобные происшествия в будущем. После ремонта засыпка ямы грунтом и благоустройства. Воду обещают дать уже сегодня. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В четверг в ходе прямой линии с губернатором Николаем Любимовым жители поселка Дягилево подняли вопрос о незаконной застройке на территории военного городка. Они выступают против строительства многоэтажек. Эта история тянется с конца весны. Мои коллеги несколько раз делали сюжеты, но и застройщик, и администрация уверяют, что разрешение на строительство выдано без нарушений. Однако жильцов беспокоят, что застройка уже идет на территории зеленой зоны. Более того, новый дом может нанести серьезный ущерб местной системе водоотведения, который, по словам жителей военного городка, несколько десятков лет. Люди написали заявление в прокуратуру, а сегодня обратили на эту проблему внимание губернатора. Примером эффективного взаимодействия общества, власти и правоохранителей стала история села Высокое Рязанского района. Его жители, узнав, что им грозит соседство полигона отходов, незамедлительно обратились с письмом к губернатору и природоохранную прокуратуру. Результат – сегодняшняя встреча в администрации села и предотвращение экологической катастрофы. Отсюда, из этого карьера, долгое время поставлялась глина на Рязанский кирпичный завод. В этом отношении карьер исчерпал свои возможности и стал ненужным. Но недавно местные жители заметили, что сюда по ночам приезжают грузовые машины. Стали копать и узнали о планах на эту территорию, как на полигон отходов. И чтобы уже этот вопрос разрешить, выяснить, действительно ли туда возят отходы и дальнейшая судьба этого карьера, я решил обратиться в прокуратуру, природоохранную, с целью проверки законности дальнейшего использования этого карьера. Естественно, такое соседство никому не по душе. Жители оперативно составили письма, собрали подписи и обратились во все возможные структуры. Природоохранная прокуратура провела проверку и подтвердила, почвы близ села Высокое не позволяют организовывать здесь никаких свалок. Мы установили, что характеристика почв на территории поселения такова, что она не предполагает и невозможно захоронения тех отходов, которые имеют место быть на территории данного поселения, тем путем, в проекте которым предлагался и был разработан научно-исследовательским институтом. Поэтому на сегодняшний момент прокуратура по результатам прокурорской проверки внесла предостережение о недопустимости нарушения закона. Потому что если на сегодняшний момент нарушений природоохранного законодательства нет, но если мы будем бездействовать, оно обязательно будет. Поэтому в этом случае мы должны предупредить, чем потом исправлять. Наиболее эффективного результата удалось достичь именно благодаря слаженным действиям природоохранной прокуратуры и власти после обращения неравнодушных граждан. Вовремя отреагировали и наше министерство. Природа пользования выезжала на место своим инспекторским надзором. Здесь как раз очень хороший общественный контроль. Это вот общее взаимодействие и общественности, и правительства Рязанской области, и природоохранной прокуратуры, и, конечно, администрации. На настоящий момент нарушений на территории карьеры не обнаружено. Но чтобы предостеречь от возможности будущих нарушений, природоохранная прокуратура издала такой документ предостережения. В любом случае и местные жители, проявившие небезразличие и активность, будут бдительно следить за исполнением этого документа. Очень быстро, оперативно провели проверку по нашему заявлению. Разъяснили населению, как дальше будет эксплуатироваться эта карьера. Возможно ли там хранить какие-либо отходы. И все жители, которые присутствовали на этом собрании, они пришли к выводу, что дальнейшая судьба будет под контролем этого карьера. И мы, жители, также не оставим без внимания этот карьер. Ответственность для водителей, которые не пропускают пешеходов на зебре, станет более ощутимой. Госдума во втором чтении приняла соответствующий законопроект. Он предполагает увеличить штраф за такое нарушение до 2500 рублей, вместо 1500, как сейчас. Документы защищает не только пешеходов, но и велосипедистов. По словам депутатов, законопроект направлен на борьбу с автохамами и должен помочь снизить количество трагедий на пешеходных переходах. Игра за Орница, которую организаторы мероприятия возродили специально для активной молодежи, пользуется популярностью как среди молодых людей, так и среди девушек. В этом сегодня убедилась моя коллега Анна Герцовская. В Рязани уже в 14-й раз состоялась городская спортивно-оздоровительная игра «Зорничка». Приурочена она к проведению ежегодного месячника по гражданской обороне. Как известно, 4 октября наша страна отметила 85-летие со дня основания гражданской обороны Российской Федерации. И теперь на протяжении месяца в пожарно-спасательных подразделениях проходят дни открытых дверей, в образовательных учреждениях проводятся уроки безопасности, в Главном управлении МЧС России Рязанской области открыт для посещения музея МЧС. Кроме того, различные мероприятия проводятся на предприятиях региона. В этот раз на базе учебного методического центра ПГО ЧС и ПБ Рязанской области в Манеже для тренировки спасателей состоялись соревнования для учащихся кадетских классов. В основном это ребята в возрасте 10-11 лет. С каждым годом желание принять участие в этих соревнованиях у детей только растет. Меняется у нас только количество участников, меняются творческие подходы к конкурсу. А в целом конкурс состоится в трех этапах. Это смотр строевой песни, полоса препятствий и интеллектуальная часть этого конкурса – юный помощник пожарного. Важно то, что если кто-то из детей по состоянию здоровья не допущен к физическим нагрузкам, они могут проявить свою ловкость и меткость, например, попадая мечом в корзину. Занятие нашлось для каждого. Принять участие в этом мероприятии полезно всем представителям команд. Ведь Зорница несет в себе определенные цели. Спортивная, оздоровительная. Она, конечно же, идет также патриотическая, потому что знакомится, опять же, со структурами МЧС. У нас тоже государственная структура. Чтобы потом, опять же, детей привлечь к спорту, здесь будут проходить как раз показательные выступления МЧС. Ребята будут показывать, что они умеют. То есть вот эти вот стенки, они потом показательные выступления будут показывать. Некоторые ребята потом приходят заниматься к нам на базу. Многие из пятиклассников уже занимаются в этом манеже пожарно-прикладным спортом. В дальнейшем у них открываются большие перспективы для того, чтобы вступить в ряды спасателей. Ну а тем, кто хочет связать свою жизнь с другими направлениями, такие занятия также пойдут на пользу. Ведь они развивают у детей инициативу, ответственность, волю и пропагандируют здоровый образ жизни. Выставка художественных работ открылась в детской творческой студии «Калибри». Ее авторам от 9 до 13 лет. Юные художники поделились со зрителями своим видением лета. На небольших полотнах яркие краски и необычные сюжеты. Художник Клод Мане говорил, что в своих работах он останавливает свет. Повторить его технику постарались юные авторы. В детской творческой студии «Калибри» открылась выставка, получившая название «Летний салат». Как настоящие импрессионисты, девочки и мальчики писали картины полностью на свежем воздухе, под открытым небом. Нужно было работать буквально со скоростью солнца, со скоростью света. Чтобы очень быстро схватить состояние, цветовое состояние, вот того мотива, который видят. Мало того, нужно было почувствовать еще и образ. Крошечные картины не больше обычной фотографии, но на них детские впечатления от лета. Мотивы для сюжетов ребята искали в городских и деревенских пейзажах. На пленэре в Сумболово они провели 10 дней. Передать погоду, настроение было довольно сложно. Для меня это было уже обычным делом, но все равно мне очень понравилось это писать. Люба Павлова начала писать картины еще в детском саду. Глядя на ее эскизы, видно, с каким усердием и любовью она относится даже к самым маленьким работам. Сложнее всего было передать свеж. То есть откуда он идет, цвета подобрать тоже это очень сложно. Не только живописные, но и графические работы представлены на выставке. Темы для них выбирали самые разные. От уютных переулков до гербария. Порой же вдохновение подталкивало детей создавать необычные натюрморты. Взяли у каждого человека по одной паре обуви и просто раскидали обувь. И мы рисовали это, как видели. Это сложно было, потому что обувь была не прямо к нам стояла, а у некоторая была вообще без ногами. Авторы лучших работ получили дипломы и медали от Клода Мане. Но главное, дети смогли запечатлеть в картинах кусочек лета, который согреет даже в самый пасмурный день. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на этом у меня все. Новости также смотрите на нашем сайте город62.тв. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района», реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани, приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, Качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа – зачет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Глобал сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал сервис. 55 90 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова